Тагуардиан, Великобритания, почему я должен любить джин? Это же просто испорченная водка. Джей Рейнер, Тагуардиан, Великобритания. 14 февраля 2020 года. Позвольте признаться, я ежедневно живу в страхе, что подобно Гектору из пьесы Алана Беннета «Любители истории», не окажусь в забеге. На великом празднике жизни я сижу за детским столом и просто наблюдаю, как веселятся взрослые. Все дело в том, что, глубокий вдох, у меня нет любимой марки джина. Да, я знаю. Если меня спросят в баре, какой джин подать мне с тоником, я начну заикаться и мямлить. Но это лишь начало. У меня нет любимого джина, потому что я ненавижу весь джин. Для меня выбор любимой марки джина равноценен выбору любимого военного преступника, и это давит на меня всю жизнь. Это даже хуже того момента, когда я сознался, что не люблю Неграни. Это бездушный и горький коктейль, пристрастие к которому почему-то должно выделять вас из общей массы как зрелого и утонченного эстета. Несмотря на весь хайп, Неграни не пользуется большой популярностью. Я не желаю быть членом банды любителей Неграни, но всегда найдется другая банда, с которой можно потусоваться. Но пока джин не. Сегодня это напиток всех и каждого. Он как полевой вьюнок. Куда не пойдешь, везде на него натыкаешься. Своя марка джина есть у корпорации Теско, а также у Морисонс и Сейнс Берис. У каждого свой собственный бренд. У вас, наверное, тоже есть. Назвали в честь героя Гайричи из какого-нибудь его фильма. Типа Костолом, Кирпич или Одинокий Волк. Многие так и называют. Но быть вездесущим не значит быть хорошим. Мне не нравится запах можжевельника и привкус волглого кустарника, который выдрали в изгаженной лисами лисополосе. Вы можете называть этот вкус растительным. А я говорю, что это привкус заплесневелой листвы. Ассортимент джина растет как на дрожжах. И этот алкоголь зачастую рекламируют жизнерадостные парни в кепках и с подтяжками, поддерживающими их шерстяные штаны, готовые оттягиваться так, будто на дворе 1869 год. А у меня появляется все больше цинизма. Я думаю, что джин для тех, кто решил поселиться в мире крафтовых напитков ручной работы, но не может жить среди деревенской грязи. Крафтовым джин можно называть в городе, где за углом есть хорошая кофейня, а в ближайшем магазине продают корейские куриные крылышки. Учу или мой цинизм? Это ничто по сравнению с той вонью, которую я издавал, сделав большое открытие. Как человек, пишущий о еде и выпивке, я должен знать свой предмет. Но как всегда, родник невежества вечен. Еще год тому назад я не понимал, что зачастую джин – это просто водка с добавками. Это испорченная водка. Некоторые производители джина даже не делают водку. Они ее покупают, а потом портят. И это трагедия, потому что водку я обожаю. Мне нравится ее свежесть и чистота. Именно в тот момент, когда я думал о своей любви к водке, мне стала понятной суть проблемы. Благоухающий, пропавший можжевельником джин для меня просто слишком многомерен, слишком насыщен. Мне хочется чего-то более строгого и однообразного. Мне нужен чистый холст, на котором я сам смогу написать свою пьяную историю. Сначала мне казалось, что в своих настроениях я одинок, но это далеко не так. Исследуя мир джина, я поражался тому, что его часто рекламируют не как собственно джин, а как нечто с другими привкусами и ароматами. Есть эвовый джин, есть джин мандариновый. Есть джин с ароматом арбуза, с нотками шоколада и апельсина. Есть, с привкусом кекса лимонный дождь. Есть джиновый ликер под названием «Мистический единорог от Альди», у которого видимо привкус зефира и сахарной ваты. А еще есть джин фиалка пармская, у которой наверняка аромат кошмара. Чего у них у всех нет, так это вкусы джина. А может, люди просто не любят обычный джин? Может, им просто важно принадлежать к племени? Если так, я с радостью останусь изгнанником. Вы найдете меня в углу в одиночестве, с рюмкой водки в руке. Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ.